Создание на базе нашего центра Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океане Центра изучения Южно-Тихианского региона Под руководством Николая Николаевича Николая Я считаю, что это огромнейший шаг Именно в продвижении этого направления исследования Создание нашей ассоциации на первом заседании Которого мы сегодня все с вами присутствуем Это еще один шаг в продвижении изучения этого прекрасного региона Для меня большая честь, что у меня сегодня У меня возложена возможность рассказать о том, что задумали мы совместным образом Потому что вся эта ассоциация, это, разумеется, общими усилиями Это дело, которое мы будем продвигать общими усилиями Сегодня в большей степени представим те планы, идеи Потом произведем некоторые премии И дадим в итоге обратную связь Разослав всем все материалы для дальнейшего обсуждения Действительно, мы говорили о том, что мало людей Которые сейчас занимаются этим регионом Но, конечно, Россия имеет огромнейшее наследие Наследие предыдущих поколений, о котором сказал Екатерий Михайлович Которые мы можем использовать, безусловно, выгодным образом И очень достаточно быстро заслужить уважение То, которое к нам всегда и было Как к России, так и к ученым, которые занимались этим регионом Объединение ученых в различных областях знаний Которые занимаются изучением Южно-Тихоокеанского региона И площадка, в первую очередь, именно площадка для обмена мнениями, для дискуссий Она концентрирует именно информацию о научных трудах И постоянно их дополняет Информирует о проведении конференций, выставок, грантах, иных научных мероприятиях Я считаю, что мы фактически благодаря этой ассоциации Продолжаем то многовековое наследие, которое у нас есть В изучении этого региона На нашем заседании присутствуют также и представители посольств И даже сейчас мы Которые будут содействовать нам, безусловно, в той программе научных исследований Которые мы будем закладывать для того, чтобы изучать регионы Потому что без полевой работы, без поездок, без возможности общаться с коллегами из других стран Ассоциация не сможет быстро развиваться Поэтому в какой-то степени коллеги и посольства нам будут помогать И большое вам спасибо за то, что вы сейчас присутствуете здесь Давать возможность делиться этими знаниями Нужно, чтобы эти знания мы делились не только в изданиях А именно в прикладном виде для тех людей, которых интересует изучать этот регион Который занимается как бизнесом, так и политикой, так и научными исследованиями Вот эта популяризация достаточно важна Мы предыдущие издания, которые выпустили, научно-популярные Распространили более чем в 40 регионах Повезло, что у нас эксперты самого высочайшего класса, мирового уровня Которые могут давать эту оценку Возможность давать четкую, правильную информацию Для того, чтобы можно было без передергивания по некоторым фактам Ее распространять Это одна из самых важных задач Я по своей предыдущей работе в составе Министерства Странных дел был тесно связан с Южно-Тихоокеанским регионом на этой почве Мы установили деловые и дружеские отношения с Николаем Николаевичем, Николухом Аклайн Которые мы поддерживаем, активно развиваем Хотел бы подчеркнуть, что страны этого региона имеют давнюю историю отношений И активного сотрудничества с нашей страной Здесь прозвучала очень важная мысль о том, что мы должны не только восстанавливать, но и упреклять и развивать взаимодействие с этими странами Камбоджа является частью Юго-Восточной Азии Я имею честь быть послом Но также является нашим давним партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе И также здесь заинтересованы в развитии и укреплении связи между академическими кругами двух стран Которые будут способствовать не только развитию научных связей Но будут способствовать вообще в целом укреплению наших связей между нашими странами Я думаю, наша задача обеспечить дальнейшее развитие этих контактов в интересах народов Не только России, Камбоджи, но и всех народов и стран, которые расположены в регионе Юго-Восточной Азии и в Южно-Тихоокеанском регионе Вот именно здесь, на нашей встрече, мы можем видеть в том, что наш все-таки регион, да, и Юго-Восточная Азия и, соответственно, Южно-Тихоокеанский регион Это все-таки они регионы близкие, да, и нечто целое, и нам нужно развивать нашу деятельность совместно Ну, во-первых, большое удовлетворение мне, как одному из людей, кто давно занимается этой проблемой Мне большое удовлетворение доставляет сам факт создания такой ассоциации Нам удалось эту ассоциацию создать, которая, конечно же, будет координирующим центром Который позволит объединить усилия всех тех, кто занимается этим регионом И еще одна важнейшая задача – это привлечение молодых исследователей Действительно, поддержка молодых специалистов – это то, что вот нам нужно на сегодняшний момент У нас есть абсолютно легитимные интересы в этой части мира И то, что эти интересы основаны на очень солидном историческом бэкграунде А у нас есть все основания говорить, что мы там присутствуем с полным на то основанием Ну и, конечно, то наше богатейшее наследие, которое у нас есть уже Мы, ну, будет просто верхом неразумия, если мы не приставим к делу надлежащим образом Все-таки нам нужно сохранять некий переговорный трек, некий канал коммуникации Причем постоянный канал коммуникации и с этими странами, и с ПНГ, и с малыми государствами Потому что, когда маятник качнется в другую сторону, а это произойдет Нам нужны уже будут готовые решения И эти готовые решения наспех не делаются Вот мы создадим такую сетевую структуру, которая охватит уже не только российских исследователей Но и подключат интересных китайцев, интересных австралийцев, интересных европейцев Она как раз и научная, чтобы поддерживать каналы коммуникации Там, где официальные лица в силу разных причин не могут этого делать Здесь важно, что мы не только делаем те уникальные научные исследования, публикуем их А в том, что эти публикации, эти научные исследования мы не кладем на полку А даем возможность их использовать для решения экономических, политических и исторических И сохранения исторической памяти в том числе В России одни из древнейших традиций океанистики Вот наряду с Англией и Францией Мы были первыми, сделавшими огромный вклад в мировую океанистику Очень важно, во-первых, эти знания сделать доступными молодым исследователям в России нынешней Научные работники – это такие дипломаты, посланцы доброй воли Николай Николаевич уже с этим, так сказать, познакомился на Новой Гвинеи Люди действительно хотят знать свою историю Хотят слышать то, что записывали, рисовали, собирали путешественники И это все им можно вернуть в электронном виде И это пользуется огромным уважением, благодарностью Они могут включать это в программы средних школ То есть мы можем стать таким посредником-центром И нас будут уважать и ценить И мы сделаем доброе дело, потому что мы поможем этим коренным жителям океании Воссоединиться со своей культурой, которой собирали наши предки Я очень рад, что такая ассоциация в итоге создана в нашей стране С большими перспективами, огромными планами Я думаю, все они осуществимы и будут реализованы в ближайшее время Я надеюсь, что с этого периода ситуация будет меняться И в ассоциации будет очень много полномочий, чтобы привлекать К изучению этого интересного экзотического региона Очень много молодых специалистов Сходя из планов по ассоциации, по вековичной памяти и сохранению Тоже бы это все вложилось в наш план, в нашу программу Это то, что мы конкретно сейчас можем делать Поздравляю нас всех, я считаю, что этот день, который уже вошел в историю Всех поздравляю, огромное спасибо за то, что мы все вместе И мы помним, что ассоциация – это наша ассоциация, в которой мы делаем то общее дело Во благо науки и человечества Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!